Здравствуйте! Невзирая на то, что уже конец сентября, все-таки есть еще полевые помидоры, есть еще полевой перец и много других овощей. И поэтому сегодня я сделаю острую приправу. Острую приправу по рецепту значит, что мне нужно будет. Мне нужно будет килограмм помидоров, килограмм перца болгарского, 300 грамм красного свечкового перца, 300 грамм чеснока, зелень укропа, кинзы и соль. Значит, какие будут мои видоизменения? Я готовлю для семьи, поэтому килограмм помидоров остается, килограмм болгарского перца остается, но красного свечкового перца я беру всего лишь 3 таких небольших перчика и беру головку чеснока. Значит, из зелени я беру укроп и беру листья сельдерея. Кинзу я не люблю. Какие условия? Значит, все овощи должны быть чистые, должны быть сухие, и, естественно, перец нужно будет почистить от семечек. Горький перчик я оставляю с семенами, потому что всего лишь там 3 перчика, и так это будет острая приправа. Но для нашей семьи это будет острая приправа, для вас это будет, конечно, не острая приправа. Поэтому возьмите 300 грамм этого перчика. И соль буду брать тоже, буду брать по вкусу. Такие вот основные условия. Значит, все сухое должно быть, чистенькое, почищенное. И вот я говорю, в принципе, это я буду готовить салат. Салат я просто нарезаю, да, или кольцами, или полукольцами, или кусочками, или долечками. А здесь я буду все это пропускать через мясорубку. То есть, как бы, разницы такой большой, я в этом не вижу. Это не заготовка на зиму, это приправа, которую мы будем кушать сейчас в свежем виде. Так, помидоры, снимаю эту попку, отрезаю. Нарезаю на дольки, чтобы мне было удобней молоть на мелкие кусочки, измельчать. Шкурку я не снимаю. Не снимаю по той причине, потому что салат мы едим со шкуркой, так помидоры мы едим. Я, допустим, едим со шкуркой. Поэтому я оставляю шкурку тут. Зелень тоже должна быть сухая. Что я делаю? Я никогда зелень не извельчаю на блендере и мясорубке. Я так не люблю делать. Я ее мелко-мелко нарезаю. Помидоры и болгарский перец я перекрутила отдельно и откидываю на друшляк. Видите, сколько у меня уже сока такого. Этот сок, что я делаю с этим соком? Я его пью. Кстати, очень вкусный сок. Ложка, это не алюминий, в этом делайте мне замечание. Нет, это чистое серебро. Так что сюда спокойно можно ложку опускать. Отдельно я перекрутила, я все-таки жила две головки чеснока. Две головки чеснока, три горьких перчика и здесь одна помидорка. То есть просто я отдельно так это сделала. Теперь я буду все это смешивать. Итак, я выкладываю в большую мисочку помидоры измельченные и откинутые на друшляк. И болгарский перец. Затем горький перчик, красненький и чеснок. Ну и здесь маленькая помидорочка. Все это потихонечку начинаю перемешивать. Добавляю что? Добавляю зелень. Здесь укроп и сельдерей. Зелень я не измельчала на мясорубку, зелень я нарезала. Все это перемешала. Теперь я добавляю соль. Соль добавляю по вкусу. Можно чуть-чуть пересолить. Если вы будете пользоваться, допустим, два-три дня, неделю, у вас будет такой хороший соус даже получится. Но мы едим. Сегодня я приготовлюсь, сегодня будем это все кушать. Значит, кому-то покажется, что я добавляю много зелени. Я добавляю очень много зелени, потому что мы любим зелень. Итак, вот приправу, которую я приготовила. Я ее ставлю в холодильник. Она мне постоит всю ночь. А потом я разложу в баночки. Баночки просто накрою крышечкой и будут стоять баночки в холодильнике. Я думаю, это уже показывать не надо. Вы мне верите. Сами это все сделайте, если захотите. Теперь в отношении зелени. Значит, если вы не любите много зелени, кладите меньше зелени. И если вы не любите, чтобы зелень ощущалась на зубах, опять-таки, тогда нужно пропустить ее через блендер или через мясорубку. Но я так не люблю, поэтому я делаю по-своему. Я показала вам то, как я делаю. Теперь это будет стоять. Но я уже немножко положила вот маленькую тарелочку и пробую. Значит, для меня достаточно здесь и перца, и соли, и чеснока. Для некоторых это будет мало, тогда делайте по рецепту, как я сказала. Берите 300 грамм на килограмм помидоров и на килограмм перца. Это вкусно. Для меня перца достаточно. Еще я что-то сюда сделала. Вот я сейчас свежую ее ем. Я добавила ложечку растительного масла. Можно и без масла. С маслом более так нежненько. Начальничать вчера делала подчеревок, запекала в духовочке. И с подчеревком это будет очень и очень даже хорошо. Во-первых, это же полезно. Все свежее. Все хорошее и вкусное, к тому же. Теперь сок. Вы как-то спрашиваете меня, что я делаю с этого сока. Я пью. А здесь тем более очень хороший сок. Это сок помидорчики и болгарский перчик. Все это свежее, все это очень и очень вкусное. И очень полезное. Конечно, никакого сахара, никакой соли я сюда не добавляю. Это чистый-чистый сок. Все вам доброго. Не болейте. Питайтесь хорошо. Кушайте хорошо. Пока.